Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Дело в том, что мы с моим молодым человеком полгода как вместе. Он мне дарит примитивные подарки. Одна роза, шоколадка за рублей 23, которую я могу легко купить. Он из обеспеченной семьи работает. У моих подруг если они полгода вместе с парнем, то дарят айфоны, огромные букеты, украшения. Мне будет обидно, что на мой день рождения никуда не пригласить, чисто пройдемся по улицам, подарят ерунду детскую. Как не навекнуть на дорогие подарки или найти себе обеспеченного, кто мне будет дарить одновременно встречаться со своим и быть любовницей обеспеченного мужчины. При этом мне неприятно, что такое я заслужила. Я интересная личность, у меня есть свой бизнес, работаю по специальности и учился в магистратуре. Я думаю, что для человека, который позиционирует себя так, как вы, довольно странно выглядит то, что вы, в принципе, как-то вот допустили, что ли, такое. То есть, довольно странно выглядит то, что вы, в принципе, допустили то, что вам, получается, молодой человек может дарить такие подарки. Вот. Потому что, если вы позиционируете себя так, как позиционируете, то, на мой взгляд, вам, в принципе, наверное, не должны были бы по-хорошему ну, ну, дарить такие подарки. Вообще. Вот. Потому что вы, ну, я думаю, что явно и считаете, что заслуживаете большего, и по факту, я думаю, совершенно справедливо, что, ну, что вы хотите, хотите большего и так далее. То есть, я думаю, что здесь нюанс заключается в том, что вы, как бы, позволяете этой истории вообще быть, в принципе, вот. То есть, мне кажется, что в какой-то момент, да, в какой-то момент вы как-то вот то ли упустили. То ли упустили, да, то ли вот пропустили, то, что вам не нравится. Вот. Потому что, ну, сами подумайте, что молодой человек, в принципе, ну, наверное, как-то может, да, он может вам дарить такие подарки. Я не говорю о том, что сейчас речь не об этом, и я надеюсь, что вы это понимаете. Так, я говорю исключительно о том, что вы считаете для себя это неприемлемо. Вот. Вы считаете, что для вас это неприемлемо, и вы имеете на это полное право. Вы имеете полное право так считать. Вы имеете полное право не хотеть, чтобы к вам так относились. Особенно если для вас это важно. Вот. Но в то же время, в таком случае, ну, наверное, необходимо свои интересы как-то защищать. Да? Вот. А вы, получается, ну, вот к моему большому сожалению, да, вы, получается, этого как бы, ну, не делать. Не защищать в полной мере твоих церквей. Еще и намекать, ну, намекать хотите. Вот. Как бы, зачем намекать? Если вы в себе уверены, если вы знаете, 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 как должно быть. Вот. А для чего в таком случае намекать? Вот. Ну, нужно в таком случае, наверное, прямо-прямо говорить о том, что вы хотите. Вот. Поэтому на что я бы обратил внимание здесь ваше, значит, с точки зрения психологии, да, я бы обратил ваше внимание на то, что это было, значит, ну, в первую очередь, что вас блокирует. Что вас блокирует? Возможность заявить о том, чего вы хотите. Вы же, как бы, ну, получается, вы, получается, себя сдерживаете. Вы, получается, себя подавляет в этом моменте. И вот это вот вызывает, конечно, вопрос. И вопросы довольно серьезные. Скажу честно. Вот. А еще один важный, как мне кажется, момент заключается в том, что ваша самооценка как будто бы зависит от того, вот, подавит ли вам что-то. то есть если мне подарит, говорите вы, то я буду чувствовать себя хорошо. Вот. Если не подарит, говорите вы, то я буду чувствовать себя плохо. Вот. Вот. Есть, как мне кажется, причина, по которой вы сравниваете себя с подругами своими. Говоря о том, что, ну, а вот у них вот так, а у меня вот так, и мне от этого как-то не очень. Вот. То есть это все, вот, на мой взгляд история про, некое, эм, эм, не знаю, желание, доказать что-то кому-то и и так далее. Вот. что, на мой взгляд, мне может являться хорошим мотиватором для того, чтобы, ну вот, так скажем, что-либо делать, потому что в этом аспекте вы, как мне видится и кажется, рискуете перестать, перестать быть собой. Вот. А вот в этой ситуации с молодым человеком интересно не то, что вы, например, а, допустим, считаете для себя, ну, приемлемым, да, или неприемлемым. А интересно, немножко другое, интересно, то так бы вы, так же бы вы поступали, так же бы вы себя чувствовали, ощущали, и так же бы вы себя вели, если бы не сравнивали себя, например, с подругами. Я это говорю всё не к тому, чтобы вы перестали обращать внимание на подарки, обращать на обращательное здоровье, если вы считаете, что это важно, то обращательное здоровье в этом нет. Ну, проблема. Просто я говорю о том, что задействование вашей личности в данной ситуации, задействовании вашей личности, то, что вы как-то вот, например, ну, на свой счёт принимаете то, что мужчина вам дарит вот те подарки, которые дарит. Вот это, на мой взгляд, вот это, на мой взгляд, является проблемой. Проблема является тем, что вас легко задеть. Понимаете, да? И здесь, в этом контексте я, конечно, не могу не забронуть тему того, как вы, к примеру, относитесь к своему мужчине, вот. Какие у вас, к нему, чувства, вот. Помимо того, что вы описываете, есть ли ещё, допустим, проблемы, есть ли ещё, ну, нечто, что вас не устраивает. Вот. Потому что нужно проверить, нужно проверить гипотезапу, что вы не фиксируетесь только на подарках. Потому что отношения – это не только подарки. Я надеюсь, вы это понимаете. Вот. Такая вот история. Поэтому я рискнул предположить, что, возможно, есть что-то ещё, что он не устраивает вас в вашем молодом человеке. И если это так, то подарки тогда являются просто поводом для того, чтобы например, раздаться или отдалиться от человека настолько, насколько вы этого хотите. И как мне кажется, ничего ужасного в таком случае нет. Но вам нужно, на мой взгляд, постараться, постараться. Так скажем, признаться. Признаться себе в этом. Признаться себе в том, что есть вещи, которые вас не устраивают и что не совсем здесь дело. Подарки. Вот. Потому что… В таком случае… Перемена мужчин… Ну, я имею в виду, если вы поменяете мужчин, а? А вам просто-напросто ничего не даст. Вот и всё. Такой ответ мог бы вам дать. Надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится. Пригодится. Я буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Всего вам самого доброго. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.